МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Самые актуальные новости города в эфире 1-го Карагандинского. В студии работает Ирина Камышова. Здравствуйте. Сегодня в выпуске. Сотрудники финансовой полиции выявили в городе еще одно подпольное игорное заведение. В Караганде может не состояться праздник любви. Молодежь шахтерской столицы против Дня Святого Валентина. Депутаты городского маслехата читались перед населением. Народные правильники ответили на самые неудобные вопросы. ЧП в Караганде. Половина населения города осталась без света из-за аварии на ТЭЦ. Электричество и тепло отключили в Майкудуке, Пришахтинске и Юго-Востоке, а также в центральной части района имени Казабекби. Как рассказали журналистам 1-го Карагандинского в диспетчерской службе ТЭЦ-3, то у Караганда энергоцентр на станции произошла поломка. А вот в пресс-службе департамента по ЧАЭС области от комментариев по этому поводу воздержались, сообщив, что в причинах аварии разбираются члены комиссии. Журналисты службы новостей пытались выяснить все подробности. Слухи о том, что на ТЭЦ-3 взрыв облетели Караганду моментально. Жители города чуть было начали готовиться к концу света. Однако карагандинцам не стоит беспокоиться. Апокалипсиса не будет. На теплоэлектростанции всего лишь авария. Так сказали сами работники предприятия. Как сообщили специалисты, авария отразилась на работе всей станции. Всему виной температурные перепады. Распредустройство питающие ТЭЦ обмерзли, а сейчас лед начал таять. В результате внутрь попала влага и произошло короткое замыкание. Авария серьезная, однако редко, когда подобная проблема пореализует работу всей станции. В 11.45 это произошло на линии Сантехническая 2. И дальше до 13.45 продолжалась череда вот таких отключений. В результате этого основное оборудование станции отключилось. То есть генераторы, турбины, котлы. Но мы их уже проверили, они все находятся в исправном состоянии. Из-за аварии на ТЭЦ-3 полгорода остались не только без света, но и тепла. Блага цивилизации отключили в Майкудуке, Пришахтинске, Юго-Востоке и в центральных частях города. На место ЧП экстренно выехал глава региона Баужан Абдишев. Мы будем детально разбираться, все-таки, что послужило вот такому этому, почему сработало, это покажет. Мы же, конечно, на будущее будем эти вещи уже предупреждать. К слову, за всю историю ТЭЦ, а предприятие существует с 1976 года, авария такого масштаба произошла впервые. Сейчас специалистами ведется подключение оборудования, а уже к вечеру электроснабжение обещает восстановить. Анвар Шаликенов, Тулиген Рашидов, Первый Карагандинский. Кровавая вечеринка. В одном из кафе посетитель устроил поножовщину, ранив троих человек, сообщает пресс-служба ДВД Карагандинской области, журналистам нашего телеканала. Накануне ночью в областной медицинский центр города Караганды обратились трое мужчин с кулатарезанными ранениями. Как было установлено, все трое получили ранения в одном из кафе, где они вместе отмечали день рождения. Сотрудниками криминальной полиции был установлен подозреваемый, который и нанес на живое ранение. Им оказался 24-летний житель Майкудука, который уже не раз попадал в поле зрения полицейских. На данный момент в его отношении возбуждено уголовное дело по статье 257 Уголовного кодекса Республики Казахстан, то есть хулиганство, ведется следствие. В Карагандинской области у безработного мужчины изъята крупная партия героина. Полицейские задержали 34-летнего жителя поселка Долинка, в доме которого обнаружено и изъято более 1 килограмма героина, сообщает пресс-служба ДВД области. У полицейских имелась информация о том, что мужчина хранит у себя дома крупную партию героина. В результате обыска обнаружено и изъято 1 килограмм 75 грамм наркотического средства. Стоит отметить, что ранее мужчина уже попадал в поле зрения полицейских именно за хранение наркотиков. При проведении обыска в доме было обнаружено и изъято 1 килограмм 75 грамм героина. За содеянный мужчина грозит до 12 лет лишения свободы. Четыре нелегальных игровых салона прикрыли сотрудники Департамента финансовой полиции за январь текущего года. Одно из подпольных казино находилось в Майкудуке. Оно было законспирировано под магазин «Карина». Финполовцы под видом посетителей проникли в заведение и пресекли его незаконную деятельность. В помещении сотрудники финансовой полиции обнаружили и изъяли 8 игровых автоматов и 25 тысяч тенге. По словам свидетелей, ежедневный доход игротеки составлял от 10 до 30 тысяч тенге. Еще один подпольный игровой салон находился в здании бизнес-центра «Курлыс» на улице Ерубаева. Помещение круглосуточно охранялось, вход для посетителей был строго ограничен. Оперативно-розыскными мероприятиями установлено, что в подвальном помещении регулярно проводились азартные карточные игры. В них принимали участие взрослые обеспеченные люди. В ходе оперативно-розыскных мероприятий обнаружены и изъяты два покерных стола, фишки в количестве 480 штук, колодный карт. Ведется следствие. Между тем, Финпол продолжает чистить ряды недобросовестных сотрудников. В суд направлено уголовное дело в отношении сотрудника одного из оперативных подразделений Департамента финансовой полиции области Абдрахманова. В конце ноября прошлого года Абдрахманов с поличным был пойман сотрудниками отдела внутренней безопасности департамента. После получения денег в сумме 1 тысяча долларов США и 75 тысяч тенге от предпринимателя за так называемое покровительство. Следствием также установлено, что Абдрахманов ранее вымогал у этого же бизнесмена взятку в размере 3 тысяч долларов США. По данному факту, следственным управлением Департамента финансовой полиции Караганинской области было возбуждено уголовное дело по статье 177 части 3 пункта ПГ УК Республики Казахстан. В настоящее время уголовное дело направлено в суд. Прервемся на короткую рекламу. Не переключайтесь. Далее все самое интересное. Молочная фабрика «Натиже» представляет Новый продукт – ацидофилин Бактерии «Акцидофилус» выводят шлаки, токсины, очень устойчивы к действию антибиотиков, восстанавливают и укрепляют иммунитет. Японские медики называют ацидофилин страховкой от рака желудка. «Натиже» с заботой о вашем здоровье. Святой Валентин остался в прошлом. Караганинские студенты выступили против празднования 14 февраля. Традиции дарения Валентинок и признание любви в День влюбленных теперь не имеют большой популярности у молодежи. По их мнению, известный праздник не должен отмечаться в казахстанском обществе. Почему – разбиралась Аида Ибраева. До сели популярный среди влюбленных всего мира праздник Святого Валентина сегодня все быстрее остается в прошлом среди казахстанской молодежи. Например, для карагандинских студентов День Святого Валентина не имеет никакого значения. Это не казахский, во-первых. Во-вторых, это нетрадиционный праздник. Мы, у нас казахи, влюбленные пары много. Козу Гурпеш, Паян, Слу, Енгель, Киве. Если мы отпраздним такие любовные праздники, это будет, во-первых, традиционный, во-первых, национальности, во-вторых, духовности, все будет хорошо. А на другом стороне Валентина – это не наши праздники, это не наши, это великие, не наши, это любовные пары, потому что мы не должны отпразднить такие праздники. В День Всех Влюбленных принято признаваться в любви, дарить открытки, так называемые валентинки, а некоторые даже венчаются специально 14 февраля. Однако наша молодежь не собирается делать ничего в этот день, и у них есть тому свое объяснение. Это не наш праздник, это праздник Запада, и у нас есть много своих праздников. Да, у нас есть хороший свой праздник, у нас есть своя история, праздник Козы-Курпеш, Баян-Сулу. Я думаю, не нужно, у каждой страны есть свои праздники и своя культура. Вопрос необходимости проведения Дня Влюбленных именно 14 февраля сегодня нашел свое решение. В прошлом году появился новый государственный праздник – День Козы-Курпеш и Баян-Сулу, который отмечается 15 апреля. Как считают караганинцы, необходимо кардинально подойти к замене дат, ведь это имеет большое значение для казахского народа. В этот день молодежь, как правило, не стесняется выставлять свои чувства на показ, целоваться и обниматься, находясь при этом в обществе других людей. Все это неправильно. Это ошибка воспитания родителями обществом. А вот в наш праздник, в День Козы и Баян, ничего не предоставляется, кроме их образов, с чистыми и красивыми чувствами. Помимо введенных Западом обрядов празднования Дня Влюбленных, дарить конфеты и подарки любимым сегодняшняя молодежь перебрала и многие неприличные, несоответствующие нашему менталитету привычки, считают защитники Козы-Курпеш и Баян-Сулу. Однако не все согласны с таким мнением. Я считаю, День Святого Валентина нужен в нашей стране, поскольку в нашем современном быстром ритме жизни так иногда не хватает тепла близкого человека, так иногда не хватает на него времени. И 14 февраля – это просто еще один повод зимой почувствовать это тепло родного любимого человека. Вопрос о том, стоит ли отмечать 14 февраля или нет, остается открытым, ведь в демократическом обществе каждый имеет право выбрать, праздновать его или нет. Однако введение собственных традиций праздников вопрос актуальный и занимательный, по крайней мере, для карагандинских студентов. Это тот день, когда наша молодежь должна проявлять свои чувства за счет песен казахских, тех же инструментальных игр казахских на дамбре есть. Айда Ибраева, Бауржан Алипов, Марат Култенов, Первый, Карагандинский. Борьба за чистый город в самом разгаре. Мирам Смогулов активно поддерживают акцию «Мы за чистый город», направленную на поддержание чистоты и порядка в Караганде и области. Специальное заседание с коммунальщиками и правоохранительными органами еще раз показали обстановку в угольной столице и то, с чем именно нужно бороться в рамках акции. Фотоотчат с видами Караганды главе города, мягко говоря, не понравился. Неудивительно раскрашенные и заклеенные объявлениями остановочные павильоны явно не красят облик шахтерской столицы. По-прежнему остается открытым вопрос уборки снега, который таки лежит грудами вдоль дорог и магазинов. Вообще уже обнагрели эти бизнесмены. Стоит погрузчик, стоит машина. Говорим, оплати, сразу же вывезем тебе. Я сам подходил. Новый город. Стоимость вывоза около 40 тысяч тенге. Он говорит, я 5 тысяч заплачу. Таких наказанных надо. Желающие погрызть семечки на обочине наверняка не знают, что нарушает правила благоустройства города. Чтобы люди знали, что могут за это раскошелиться и даже поплатиться свободой, созданы специальные буклеты и брошюры, которые, кроме всего прочего, призовут население к активной борьбе с грязью и бескультурщиной, рассказывают представители правоохранительных органов. Сразу же порядка еще раз предупреждают, что нецензурная брань в общественных местах, осквленение жилых помещений, загрязнение мест общего пользования приравнивается к мелкому хулиганству, за которое придется заплатить штраф или даже просидеть в тюрьме до 15 суток. Аким города Мирамс Могулов акцию поддерживает. Он считает, что только так можно сделать город чистым и уютным. Анвар Шалькенов, Ирина Камышова и Бауржан Алипов. Первый Карагандинский. Народные избранники вместе с Акимами отчитались перед карагандинцами. В этом году депутаты городского маслехата решили стать садокладчиками представителей местной исполнительной власти и выступили на отчетных встречах с населением. Для депутатов это была еще одна возможность встретиться со своим электоратом и ответить на вопросы горожан. К слову, вопросов у горожан накопилось немало. Вот, к примеру, на одной из отчетных встреч в Октябрьском районе людей интересовало, как отремонтировать дом по программе модернизации ЖКХ, почему операторы сотовых компаний ставят свои антенны на крышах многоэтажек без разрешения жителей, а также кто и когда будет устранять последствия затопления в подвалах и на улицах, в то время как ливневки уже много лет требуют ремонта. Кстати, по Востоку-3. Из-за того, чтобы забитые ливневные канализации, у вас идет затопление живых домов в подвалах. Об этом мы летом ездили, смотрели. После ремонта, я думаю, у вас положение улучшится. Учитывая обращения карагандинцев, в текущем году будут проведены работы по освещению территории вблизи объектов социальной сферы. Остановились и на достижениях района. О них подробно доложил Аким Кайрат Бегимов. Было отмечено, что это результат совместной работы как исполнительной власти с депутатами, так и участливых горожан. Активное благоустройство, восстановление освещения и ремонт дорог проходят, как запланировали. Большинство из этого списка было сделано по обращениям жителей. По программе «Производительность-2020» одобрены заявки двух предприятий района. Это ТО «Жакка Караганда», ТО «Док Кейзет», где будет создано 66 рабочих мест. На встречу в Пришахтинске вместе с районным Акимом на вопросы жителей отвечал и секретарь городского маслехата Кабдегалеос Панов. Проблемы Пришахтинска ему хорошо известны, так как он родился здесь и даже был когда-то Акимом Октябрьского района. А вот другая группа депутатов отвечала на вопросы жителей района имени Казбек-Би. Люди спрашивали про остановочные павильоны, ремонт ливневок, беспокоились о предстоящем этой весной паводке и возмущались новыми счетами по электроэнергии, а также интересовались, как решается проблема перегруженности в детских садах и школах. Все достижения района, о которых вам подробно сейчас доложил Аким, район имени Казбек-Би, Писаков Жанат Маратович, являются результатом совместной деятельности в отчетном периоде депутата Казбек-Би, аппарата Акима района и всех исполнительных органов города Хараганды, а также избирателей с активной жизненной позицией, по предложению которых были установлены и опоры освещения на улицах частного сектора Мираловского района, благоустроенности и оплату спекту строителей. Работа еще предстоит большая, говорят чиновники. Будут отремонтированы автодороги, о которых в своих наказах депутатам неоднократно говорили карагандинцы, на улицах Липецка-Анжерской, Комиссарова-Газалиева, Казахстанской, Пригородной и другим. Кроме того, в бюджете предусмотрено ассигнование на капитальный ремонт ливневых канализаций. Учитывая обращения горожан, в этом году будут проведены работы по освещению территорий, а также ремонту подъездных дорог к 28 социально значимым объектам района. Продолжится благоустройство Центрального парка и выполнение программы «Мой двор». Карагандинские студенты по стопам президента. Учащиеся КарГТУ считают, что главным ориентиром для молодежи стало послание главы государства народу Казахстана. В этом вопросе инициаторов круглого стола, пришедшим накануне, поддержал председатель Народно-демократической партии Нуратан. Подробнее материали Аиды Ибраевой. Студенчество – самая веселая пора в жизни любого человека, будь то зажигательной тусовки или выезда на природу большой компании. Но помимо хорошего отдыха, нынешние студенты умеют и досуг провести довольно увлекательно. Главная тема, волнующая сегодняшнюю молодежь – это счастливое будущее. Нуждаются в развитии, когда надо им рассказать, доказать, показать на примере старших, на примере сверстников, что послание президента – это то послание, которое оставлено нам, как курс на 50 лет, потому что этот курс должны реализовывать именно мы, именно молодежь Казахстана сегодняшняя. Обсуждение послания Нурсултана Назарбаева, точнее тех моментов, где глава государства затрагивал жизнь молодежи. Самое главное для молодежи сегодня – это чувство патриотизма, говорит Есен Есенгараев, представитель партии Нуратан. Патриотизм – это то живительное чувство, все, что приводит к движению. И, конечно же, патриотизм нельзя узко служать только лишь с военным делом. Защита Родины – это важно. Спортивные подсижения – это очень важно. С различными форумами и так далее. Это ежедневное, должно быть, чувство, которое у нас сидит, заставляет нас что-то делать на поле в своей стране. За круглым столом студенты Каргату смогли побеседовать с представителем власти и задать самые интересующие вопросы. Таким образом, мероприятие, организованное силами студентов Института телекоммуникации и автоматизации, заложило большой фундамент для дальнейших действий молодежи. Айда Ибраева, Сергей Високосов, Марат Култенов, Первый Караганинский. Все дела прозрачны. Теперь сотрудники Комитета по правовой статистике гарантируют, что обращения, поступающие в инстанцию, будут рассмотрены без вмешательства чиновников и заявителей, как предпосылки к коррупционным действиям. Для этого был специально разработан проект «АйКын». Программа, вступившая в силу 1 июля, предоставляет возможность гражданам проследить всю процедуру рассмотрения дел в реальном времени. Таким образом, сотрудники надзорного органа гарантируют безопасность принятия решения посредством предоставления заявителю индивидуального номера, говорит Султан Бакиров, начальник отдела формирования правовой статистики. Что касается нашей области, то этот проект будет с 1 апреля текущего года будет работать на математике Аргенийской области и управления его структурных подразделениях. Будет выдаваться уникальный номер, талон на каждое обращение. И после этого талона гражданин и в лицо может отследить, его введя в интернет, на портале или смс-сообщение. Кусочек Турции в Караганде. В шахтерской столице открылся ресторан «Санжак». Теперь жители города смогут отведать изысканные блюда Турции, не выезжая из родного города. К слову, в новом заведении не продают спиртные напитки. Пап будет работать по стандартам халал. Подробности нового ресторана в материале наших журналистов. «Мираба Санжак» – теперь известный турецкий бренд в Караганде. Ресторан имеет свои филиалы в Атрау и Алматы. Шахтерская столица стала третьим регионом. В будущем заведения такого характера распахнут свои двери в Шемкенте, Актау и Астане. К слову, свое путешествие в Казахстан турецкие братья начали в 97-м году. У нас в плане с будущего. Стараемся, работаем, чтобы открывать те, которые люди, чтобы тоже правильный образ жизни, чтобы питались. Ресторан уже распахнул свои двери гурманам Караганды. Отведать здесь можно будет аж 1010 наименований турецких блюд. Все продукты для эксклюзивной еды доставляются прямым рейсом из Турции. Хочу, чтобы люди побольше посещали, чтобы попробовали наши блюда, еда, чтобы убедились в нашем обслуживании, сервисе. Это очень большой факт, я так думаю. Удобно, быстро и вкусно. Все везде, мы считаем, что мы будем с рестораном. Мы будем с рестораном. Алюминиевые профили для окон и дверей в Республике Казахстан. И мы представляем вашему вниманию эксклюзивную продукцию казахстанской фирмы Алюгал. Алюгал производит алюминиевые профили широкого ассортимента и высокого качества. Любой сложности и на заказ. Балконы, двери, окна, офисные перегородки и входные группы. Алюминиевые профили Алюгал это современно, долговечно и престижно. Мы можем подобрать любой цвет, легко в сборке и проста в эксплуатации. Ведь продукция фирмы Алюгал адаптирована на наш климат. Алюминиевые системы это Алюгал. На этом у меня все. Напоминаю телефон новостной службы 1-го Караганинского 420649. Звоните, делитесь интересной информацией. И не забывайте посещать наш сайт в интернете. Адрес на экране. Я с вами прощаюсь. Всего доброго. Сау, болуыздар. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Редактор субтитров А.Семкин